Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Трагедия в Омском районе. Мы проснулись, я даже не поняла, в чем дело. Просто кричала, эта женщина одна с ребенком кричит, у нас на этаже пожар. Все, говорит, уходим, все покидаем здание. Пожар в общежитии унес жизни пятерых человек. За отказ работать, отправиться за решетку. Александр Бурков потребовал разобраться с перевозчиками, которые не выходят на маршруты. Я прошу все следственные органы включиться в этот процесс и наказать виновных. Вот надо всем пояснить, что эта халява закончилась. Из-за безответственности перевозчиков, жительница Омского района оказалась в больнице с обморожением. 900 дней отчаяния и мужества. То, что мы пережили детьми, это не дай же ж Бог никому. Голод, голод. День памяти жертв блокадного Ленинграда. В Омске появилась новая традиция. И мода на редкие имена мечу стали называть детей забавами и белоснежками. На месте трагедии в поселке Новоомске в эти минуты эксперты проводят следственный эксперимент. Точные причины пожара, в котором погибли пять человек, назовут завтра. Напомню, возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в Омском районе в воскресенье. Рано утром пожар вспыхнул в одной из комнат общежития Аграрно-технического колледжа на четвертом этаже. 23-летний студент, которого отчислили из техникума еще две недели назад, решил приготовить завтрак на электроплитке. Погибли пятеро человек, еще трое, включая виновника госпитализированных. Их состояние по-прежнему врачи оценивают как стабильно тяжелое. Наша съемочная группа побывала на месте трагедии, встретилась с пострадавшими. Репортаж Татьяны Денисовой. Дым, запах гари, крики перепуганных соседей жильцы слышали сквозь сон. А когда в двери начал стучать комендант, стало понятно. Все происходит наяву. Брали самое ценное и выбегали на улицу. В шоковом состоянии, потому что зажился четвертый этаж. А пока место дошло до второго, они начали все кричать, все уходите, уходите, пожар, пожар и все. Ну проснулись, я даже не поняла, в чем дело. Просто кричала эта самая женщина одна с ребенком, кричит, у нас на этаже пожар. Все, говорит, уходим, все покидаем здание. Я думал, что война началась, я не знаю почему, но мне показалось так. Просто грохот по всему этажу, вот это все. И все, и как бы мы собрались, быстренько с супругой, с женой собрал, с ребенком. Все, и побежали, первое общежитие. Ну вот потихоньку вещи переносим, удлинитель для телевизора. Трагедия унесла жизни двух женщин и двоих детей. 12 и 14 лет. Все они отравились угарным газом. Погибла и молодая девушка, которая сама вынесла из горящего здания своего пятимесячного ребенка. Потом зашла обратно, скорее всего, за ценными вещами, но вернуться уже не смогла. В срочном порядке в Омском МЧС был собран штаб. Глава региона Александр Бурков дал ряд важных поручений руководству МЧС, Минздрава, Минстроя и другим структурам. В первую очередь оказать всестороннюю помощь пострадавшим, в самые кратчайшие сроки отремонтировать здание. В первую очередь оказать поддержку пострадавшим в этой ситуации. Дальше Министерство здравоохранения берет на себя сопровождение пятимесячного ребенка, который сегодня будет находиться на временной опеке у бабушки 48-летней. Дальше даны поручения по дальнейшему ремонту здания и возвращению туда жильцов. Важный один момент, что выяснились факты нахождения в общежитии, проживания в общежитии людей, не зарегистрированных, не стоящих на учете по данному месту жительства. Поэтому дано поручение по всей области провести контрольные мероприятия, выявить законность нахождения в общежитиях людей, законность нахождения в любых объектах, пригодных для проживания, всех учебных учреждений, неважно образовательных, социальных. Кроме этого, глава области распорядился провести по всему региону масштабные проверки систем противопожарной безопасности в социальных учреждениях. В общежитии в Новоомском сигнализация сработала, но без звука. Систему звукового сигнала тревоги по предписанию отзорных служб как раз сдали в ремонт. Сигнал о пожаре поступил только на пульт вахтеров. Именно их мгновенная реакция помогла спасти жизни многих жильцов. Надо отдать должное вахтерам, которые получили сигнал о пожаре. И они своими ногами оповещали всех по пятиэтажному зданию. И на момент приезда пожарной части они уже вывели 90 человек из здания, горящего здания задымленного. И 60 человек уже вывели пожарные, где они давали кислородные маски и уводили людей. Что касается причин пожара, то по предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. К трагедии привела попытка 23-летнего студента приготовить завтрак. Парень сейчас в реанимации, в его крови обнаружен алкоголь. По версии следствия, молодой человек, который 10 января был отчислен на сельхозтехникума, в возрасте 23 лет, он раньше неоднократно брал академические отпуска, и был также отчислен за неуспеваемость. В состоянии алкогольного пьянения около 5 часов утра решила приготовить себе еду на электроплитке. Во время приготовления еды он случайно плеснул на электроплиту масла, в результате чего произошло воспламенение. Следовательно, возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибло 5 человек. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ, причине смерти по неосторожности двум и более лицам, санкция статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы. Сейчас в тяжелом состоянии находятся трое пострадавших, и госпитализировая с ожогами дыхательных путей, и отравлением продуктами горения. В СНП номер один были доставлены три пациента, двое из них в тяжелом состоянии. Это мужчина, он проходит лечение в отделении токсикологической реанимации, и женщина 35 лет, проходит лечение в отделении ожоговой реанимации. Состояние их стабильное, тяжелое. Ребенок 16 лет, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные жители пятиэтажки разъехались по родственникам и друзьям, а тех, у кого такой возможности нет, разместили в соседнем корпусе общежития. Там организовали временное жилье и трехразовое питание. Сегодня весь день на месте трагедии работают эксперты. Они обследуют здание и вечером вынесут официальное заключение о причинах происшествия. Татьяна Денисова, Александр Саражин, 12 канал. Глава Омской области призвал привлечь к уголовной ответственности недобросовестных перевозчиков. Сегодня в правительстве региона прошло аппаратное совещание, на котором Александр Бурков разбирался в причинах инцидента с пострадавшей в морозы девушкой. Жительница Омского района Ангелина Панчугина была вынуждена в 35-градусный мороз идти 8 километров пешком. В результате девушка обморозилась, сейчас она находится в больнице. Глава региона потребовал у исполняющего обязанности главы Минтранса Игоря Лукьянова объяснить, случившееся, по словам чиновника, среди перевозчиков нет желающих участвовать в конкурсе на неудобные и нерентабельные направления. Но транспортное обслуживание ряда таких деревень обеспечивается дублирующими маршрутами по временным маршрутным картам. Глава региона обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить все без исключения маршруты и наказать тех, кто не выполняет своих обязательств. Причем неважно, частный это перевозчик или государственный. Они что, я считаю, что они, когда захотят, тогда выйдут на маршрут и на тот, который им приносит сверхприбыль? Они ошибаются? Я прошу все следственные органы включиться в этот процесс и наказать виновных. Чтобы в дальнейшем неповадно было другим. Чтобы вы думали головой, что люди сегодня на улице с детьми, со стариками могут попасть в такую же ситуацию, в которой оказалась молодая женщина. В этом проблема у нас, друзья. У нас почему-то частный бизнес решил, что они могут выполнять государственные функции, получать государственные деньги даже в виде дотации и на регулируемых маршрутах компенсацию от государства. Только не выполнять свою работу. Вот надо всем пояснить, что эта халява закончилась. Наш корреспондент Ахмината Нысова встретилась с пострадавшей девушкой. Попыталась выяснить все обстоятельства произошедшего, а также почему в подобной ситуации могут оказаться жители и других сел региона. У меня были боли ноги, мама сняла мне штаны, а у меня получается кожа сморщилась. Ангелина Панчугина – будущий дизайнер одежды. Девушка – личность творческая. Оттого ей еще тяжелее. Сейчас находиться не в мастерской, а в палате гнойно-хирургического отделения. В больницу студентка первого курса попала 25 января с обморожениями ног второй степени. Мне стало больно ногам. Сказала маме, мама сняла штаны с меня, потому что больно было снимать штаны. И у меня, получается, на ногах была красота и такие рубцы, то, что сильно бордовые. Болели ноги, получается, щипало все, жгло. У меня были ладыри желтые, получается, я приехала сюда, мне их вскрыли, сделали перевязки. Больше всего пострадали бедра и икры ног. Пациентка пробудет в больнице еще минимум две недели. Обморозилась девушка, когда возвращалась домой. На период учебы Ангелина поселилась в общежитии Сибирского профессионального колледжа. В середине недели студентка решила съездить домой в деревню 18-я портсъезда Омского района. Однако до самого села автобусы не ходят, только до соседней деревни Андреевка. Ангелина доехала до поворота и отправилась домой пешком вот по этой дороге, протяженность которой около 8 километров. Девушка надеялась поймать попутку, однако в итоге в мороз шла почти два часа. Температура воздуха была минус 35 градусов. До июля 2017 года в деревню регулярно ездил автобус. Затем его отменили, потому что начался ремонт дороги. Не всей, только одного участка, протяженностью 5 километров. Был объявлен аукцион. Летом подрядная организация первый этап работы выполнила. Ну а к следующему так и не приступила. В администрацию Омского района говорят, компания просто не рассчитала свои силы и не справилась со своими обязательствами. Видимо взяли на себя повышенные обязательства, не сумели реализовать их, поэтому не хватило, как они говорят, оборотных ресурсов, поэтому они не исполнили свои обязательства. Мы ее планируем, теперь уже вот в этом году будем размещать тоже торги, аукционы, доделывать ее. В любом случае будем доделывать ее. Между тем сельский депутат Раиса Алеева считает, что ошибку как раз допустила администрация района. И дело в проекте дорожного участка, из-за которого ни одна подрядная организация не может реконструировать объект. Сделали независимую экспертизу и получилось так, что проект сделан так, что он никогда здесь в сибирских условиях не будет выполнен. Верхний слой должен укладываться при температуре не ниже 15 градусов тепла и чтобы 35 дней где-то примерно так стояла сухая ясная погода. Где у нас в Сибири такое? А деньги, как обычно, дают в августе месяце, когда начинаются дожди, когда приходит нам неожиданно осень и тем более неожиданно зима. В октябре у нас уже ложится снег. Естественно, никто не успевает. Получается, что на бумаге нет отремонтированной дороги, только глина и земля. Ведь верхний слой асфальтобетонного покрытия подрядчик снял. И теперь только зимой, благодаря снегу, дорога ровная. В январе региональный Минтранс заключил временный договор с частным перевозчиком, который в течение полугода, то есть по сути до наступления тепла, должен был возить сельчан. Однако, по словам жителей, Газель либо вообще не приезжает, либо приезжает, но не по графику. Поэтому ни приехать, ни уехать из деревни невозможно. Звоню, спрашиваю, сегодня маршрутка будет... Она уже ушла. Как ушла? Вы же сказали, что маршрутка будет в 7. Она без 15 из 7 ушла. Вот подождите, я сейчас перезвоню. Звонит. Нет, она по 8 будет. Ну как это так? Пришла к по 8. Говорю, стою-стою, нету. Звоню. А он говорит, а он в 7 ушел. Есть и еще одна проблема. Раньше местом отправления автобуса был автовокзал, где ожидающие могли находиться в теплом здании. А у частного перевозчика начало маршрута на остановке 21-я Амурская. Возьмет этот шофер и сидит на звании. Вот вы едете или не едете. А я сейчас не знаю, поеду я еще или не поеду. Я сейчас позвоню, узнаю. И вот они сидят, стоят, ждут на улице, а он сидит в своей машине в тепле. А эти мерзнут, стоят. Вот. Это что за такое, за безобразие? Вот и получается, что каждый раз, собираясь в путь, жители надеются не на расписание, а на удачу. Вот только фортуна подвела Ангелину, что и привело к серьезным травмам. Хотя сам перевозчик уверяет, газель пришла вовремя. Однако проверить это, по крайней мере, специалисты Минтранса не могут. После того, как перевозчику выдали транспортную карту на маршрут, он должен был оснастить пассажирские газели системой ГЛОНАСС. Однако данные до сих пор не предоставил. Мы запросили сведения о ГЛОНАССе. Мы увидели, что данные транспортные средства не передаются. В области определения геопозирования там не было никаких транспортных средств. Мы еще не видим его машину. Это грозит тем, что согласно закону Омской области мы заберем эти карты. Ну и встанет вопрос об обслуживании данной деревни. Теперь установить, курсировала ли газель из Омска в деревню 18-я портсъезда в ту морозную ночь смогут лишь правоохранительные органы. Кроме того, в Минтрансе намерены найти более порядочного перевозчика для сельчан. Но произойдет это не раньше мая, так как через полгода маршрут смогут субсидировать из областного бюджета. И тогда он станет более привлекательным для предпринимателей. Больше бизнесменов заявится на конкурс, а победитель будет больше дорожить своими обязательствами. Технат Нысова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. На автогазозаправочных станциях компания, которая сотрудничает с официальным поставщиком бытовых баллонов, ажиотаж. Причем люди приезжают для того, чтобы наполнить емкости. Специалисты объясняют, что пункты газо предназначены только для обмена. Всего их 12 адреса и контактные телефоны на ваших экранах. У компании заключен договор с Омсгоргазом. Получить уже заправленный баллон, сдав пустой, можно по цене 501 рубль 50 копеек. Сегодня в регион поступила первая партия новых емкостей. 100 штук, которые планируют ввести в обращение, когда их проверят. После случившихся трагедий спрос на продукцию на официальных поставщиков заметно взрос. За день сейчас реализуют столько, сколько обычно продавали за месяц. И потребителям еще раз напоминают, что заправлять бытовые баллоны на АГЗС смертельно опасно. Люди, потратив свои личные деньги, 50-литровый баллон, если мне не изменяет память, стоит порядка 1800 рублей. Естественно, человек, который потратил деньги, приобрел баллон, он не хочет его менять на баллон, который уже был в употреблении. И прилагает максимум усилий для того, чтобы каким-то образом, зачастую незаконным, наполнить его. Акционерное общество «Омсгургаз» – солидная организация, поэтому у нее все баллоны прошли техническое освидетельствование, проверку. В полном комплекте доставлены на газозаправочные станции «Газоев». Компания производит обмен заправкой бытовых газовых баллонов на автомобильных газовых заправочных станциях, не занимается. В Омске появится новая памятная традиция. С 1 июня дня защиты детей омских школьников будут привозить к памятнику детей блокадного Ленинграда. Об этом стало известно в День памяти жертв блокады. Печальная дата собрала неравнодушных и мечей военных и кадет в центре города на Ленинградской площади. 74 года назад была полностью снята блокада северной столицы. Сной и невероятной силой духа сотни тысяч ленинградцев противостояли врагу до последнего. У народа, который потерял 27 миллионов жизней, который прошел в школу мужества 900 дней блокадного Ленинграда, такую память на генетическом уровне у народа стереть невозможно. Поэтому молодежь здесь с нами. На митинг к памятнику пришли и те, кто жил тогда в блокадном Ленинграде. Они до сих пор помнят голод, разруха и отчаяние. Немецкие захватчики окружили город, бомбили и не давали даже малейшего шанса выжить. Но они выстояли, несмотря на все страшные обстоятельства. Мы пережили, да, но хотелось бы, чтобы ни нашим детям, ни нашим дукам не довелось испытать того, что выпало на долю нашего поколения. Пусть слышат дети не взрывы снарядов, а детский смех, веселое настроение и все прочее. То, что мы пережили детьми, это не дай же ж бог никому. Голод, голод. Как нас спасли? Нас привезли сюда. На руках выносили детей. И потом нас из петочки откармливали. Напомню, Ленинградская площадь и Ленинградский мост, возведенный в Омске больше 70 лет назад, получили название в память о тех героических событиях Великой Отечественной войны. Сегодня в Омске стартовали антитеррористические учения. Создан оперативный штаб. Подтверждение, согласно легенде, требует угрозы теракта на одном из избирательных участков в центре Омска. На три дня в городе установлен повышенный синий уровень опасности, чем рекомендуют обращать внимание на подозрительные предметы. Бесхозные рюкзаки, мешки и сумки, а также внешний вид прохожих. Если одежда не соответствует времени года или создается ощущение, что под ней могут быть посторонние предметы, незамедлительно сообщайте в полицию. И ни в коем случае не предпринимайте самостоятельных попыток задержать подозрительного человека. Сегодня стало официально известно имя нового директора городского департамента образования. Стала Инна Илецкая. Соответствующее распоряжение подписала мэр Омска Оксана Фадина. В системе образования «Летка человек не новый». Свою карьеру она начала в 30-й школе с должности учителя математики. Работала в департаменте образования. В 2011-м перешла на региональный уровень, где в последнее время курировала вопрос кадровой политики. Сейчас ей предстоит проанализировать работу муниципальной образовательной системы и в максимально короткие сроки подготовить стратегию и пошаговый план по выводу из кризиса. Забава Белоснежка и Денис Беренцели такими неординарными именами омичи назвали своих детей. Сотрудники ЗАГСа сегодня подвели итоги работы на ежегодной пресс-конференции. В 2017-м в области родились 22 784 ребенка. Причем мальчиков больше, чем девочек. Самые популярные имена среди новорожденных – Артем, Александр и Максим. Среди девочек – София, Виктория и Мария. А среди необычных имен также – Жаклин, Евстафия, Ранетка и Феми Сылада. Рассказали сегодня также о приемных семьях. В 2017-м году обрели родителей 172 ребенка. Чаще всего усыновляли малышей в возрасте от 2 до 3 лет. Почитали число браков заключенных в 2017-м. За 12 месяцев было выдано больше 14 тысяч свидетельств. Причем больше половины супругов вступили в брак повторно. А вот возраст женихов и невест варьируется от 17 лет до 91 года. После короткой рекламы подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях – ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Варикоза, не лёгкость и рецепт. Коллаген Либридерм. Упругость и сияние кожи. Доказано наукой, проверено мной. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Ходил раньше Олег из Омска за тысячу верст за ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцели. Что и склад, и магазин. Здесь сметана в Ними Сибирь. 350 граммов. Всего 54,90. Вот это цены. Экономит теперь Олег. И на квартиру новую копит. И о погоде завтра. 30 января по области переменная облачность. В Омске ясно без осадков. В районах столбики термометров ночью опустятся до минус 18. Днём потеплеет до 12 градусов со знаком минус. В Омске ночью 20 градусов мороза. Днём минус 16, минус 21. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Это все новости к этому часу. Далее на 12 канале смотрите программу «Благовест». Итоги дня подведем в 19.30. Субтитры создавал DimaTorzok